Сегодняшнее занятие посвящено числам каталана. Мы начали с того, что нарисовали одну окружность с двумя точками, потом две окружности с четырьмя точками на каждой, а следующие пять картинок, когда шесть точек, и четырнадцать картинок, когда восемь точек. Вот они, наши восемь точек. Теперь еще сюда. Каким способом соединяем точки? Из каждой должен выходить ровно один отрезок. Вот, например, из этой точки может отрезок, и в таком случае, чтобы другие не пересекали, автоматически мы проводим вот такие два отрезка. Но может быть и по-другому. Может выйти вверх, и таких случаев, на самом деле, как вы сейчас увидите, будет два. А может выйти вот сюда вниз. Почему два? А потому что мы либо соединяем вот так, либо мы соединяем вот так. Это видно, когда у нас была картинка с четырьмя точками. Ведь фактически, когда мы провели отрезок, у нас получилось именно четыре точки. Все. Я нарисовал все пять картинок. Теперь, перехожу сюда. Скажите, пожалуйста, я могу нарисовать горизонтальный отрезок? Нет. Потому что тогда точки разобьются на 3 и 3. А 3 – нечетное число. Поэтому я не имею права рисовать горизонтальный отрезок. А вот так нарисовать могу. Заметьте, четыре точки осталось, поэтому два варианта. Значит, я рисую, и после этого надо будет нарисовать два варианта здесь. Другая ситуация какая? А, так я же забыл. Я же забыл самое простое. Когда вот так вот соединяешь, то на самом деле остается сколько точек. Если я так проведу, то тогда вариантов очевидно два. Тогда вариантов очевидно два. И, наконец, последний. Если я проведу вот так, в чем идея? Я нарисовал из самой левой точки отрезки, ну, как они могут выглядеть. И теперь я просто дорисовываю картинку самым понятным образом. То есть здесь вот два варианта. Здесь у меня пять вариантов. Но я вынужден вот сюда смотреть, потому что иначе запутываюсь. Давайте вот эти пять вариантов я просто буду здесь рисовать. Значит, шесть точек. Один вариант – это дальше так и дальше так. Все согласны, что вот эта картинка фактически то же самое, да? Просто этих двух точек быстро, но как бы нет. Вот, хорошо. Теперь пошли сюда. Я должен переносить вот эту картинку сюда. Для этого я рисую, значит, а нет, 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 этот отрезок. Потому что если я здесь нарисовал, тогда вот этот отрезок, да, вот этот отрезок, дальше этот и этот. Отлично. Вот эту картинку я тоже перенес. Теперь давайте переносить эту картинку. Вот такая штука. Мне осталось всего две картинки нарисовать. Что это такое? Это, если вы брать эту, то это будет вот так. А если брать эту картинку, если брать эту картинку, то это будет вот так. Теперь опять начинается ужас, когда 5. Ну, на самом деле, не такой уж и ужас. Смотрите, я должен спокойно идти, при этом мысленно я считаю, что вот эти две точки, то есть вот, посмотрите, вот это у меня будет как бы точка А, это будет точка Б. И на картинке давайте представим себе, что это у меня точка, ну и везде, да? Вот это А, это Б. Замечательно. Давайте, вот такая ситуация. Из точки А идет отрезок горизонтально, идет. Из точки Б идет и отсюда идет. Все, эту картинку я перенес. Теперь я иду сюда. Значит, вот у меня опять точки А и В. Я смотрю сюда, я смотрю сюда, провожу вот такой отрезок, провожу такой и такой. Отлично. Опять А, Б. Это я делаю потому, что хочу объяснить, что есть такая механическая процедура переноса, при которой действительно очевидно, что количество вариантов вот в точности такое. Итак, здесь горизонтальный отрезок из точки Б выходит и там выходит. И, наконец, последняя картинка. Я опять пишу буквы А и В, опять пишу буквы А и В сюда. И рисую, значит, из точки Б я рисую вот такой отрезок, из точки А такой и такой. Ну что, по-моему, победа. По-моему, победа. Мы действительно нарисовали 14 вариантов. Мы действительно нарисовали 14 вариантов. Они все разные. И главное, мы поняли, как можно было бы нарисовать следующий. Так, кстати, следующее число какое? 42. 42. Молодцы. Давайте я объясню, почему действительно будет 42. То есть, смотрите, если берешь окружность, делишь ее на 5 равных частей, и после этого каждую из этих дуг делишь еще раз пополам, то получаешь 10 точек. Замечательно. Давайте выберем одну из этих точек, например, самую нижнюю. Какие возможны отрезки из нее выходящие? Вот один вариант. Давайте я нарисую несколько сложностей. Вообще, как и все, в комбинаторике никогда не надо стесняться подробно рассматривать вот эти вот простые случаи с небольшим количеством точек. Потому что если вы считаете, что вы, так сказать, выше этого, что вам нужны сразу общие ответы и так далее, то на самом деле потом в какой-то момент выяснится, что эти общие ответы вы просто не понимаете. Потому что надо прочувствовать, как все это делается, как все это работает на небольшом количестве точек, и тогда, только тогда у вас действительно получится общий случай. Итак, один вариант такой отрезать. Вот сюда нельзя, потому что одна точка, несчетное число не бывает. Вот такой вариант в полге бывает. 4 точки, и можно отрезать так вот не в верхнюю, а вот сюда. Да, правильно. Я на самом деле даже специальное место уже для него оставил. Можно было в самую ближнюю точку провести. Вот они наши, вот они наши 5 точек, вот серединки, вот серединки, так, интересный вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, все правильно, десять. Вот это не очень ровно я нарисовал на этой точке, но нормально. Я думаю, понятно. Итак, сколько, где вариантов. Когда я провел этот отрезок, фактически осталось восемь точек, значит, вариантов четырнадцать. Когда я провел этот отрезок, то здесь ситуация абсолютно понятная. Осталось шесть точек, значит, вариантов пять. Здесь интереснее вещь. Здесь два варианта, и здесь два варианта. Получается дважды два. Здесь вот этот отрезок автоматически проводится, а здесь получается пять вариантов. И, наконец, здесь у нас осталось на самом деле 8 точек, то есть 14 вариантов. 14, 5, 4, 5 и 14 очень легко посчитать. 5 и 5 это 10, 14 и 14 это 28, это 38 и 4. Получается общий ответ. Мы уже в других случаях в числах каталана видели, что действительно последовательность выглядит следующим образом. 1, 2, 5, 14, 42. Мы на самом деле и дальше считали, что там было 132, 429, но не в этом дело. А дело в том, что сейчас я хочу, чтобы вы объяснили, почему задача, которую мы сейчас решаем, задача о проведении хода. Почему эта задача на самом деле такая же, как задача, которую мы решали в прошлый раз, и как задача, которую мы решали в позапрошлый раз. У нас такое длинное, получается, с вами занятие по числам каталана, из нескольких подряд недель, но тем не менее, повторяю вопрос. Как объяснить? Одно объяснение я сразу сам скажу. Объяснение состоит в том, что способ вычисления такой же, как у нас там был. Помните, какое было правило для вычисления очередного числа последовательской каталаны? Кто-нибудь помнит? Это количество способов пройти х шагов правой. Количество путей дико. Да, было такое. Количество. Каждый раз идешь вверх или вниз, и при этом никогда нельзя зайти ниже. Это, да, было такое, действительно. Но сейчас даже проще. То, с чего мы просто начали. Молодец. Молодец. Выйдите, пожалуйста, к доске. И покажите, как, зная числа 1, 1, 2, 5, 14, 42, найти следующее число. Это я просто хочу напомнить публике, какой у нас там был такой вычислительный способ. 1, 1, отлично, молодец. 2, это называется, выписываем уже имеющуюся последовательность каталана. Ну, только 14 надо писать не 1, 4, а рядышком цифры 1 и 4, чтобы было видно, что это одно число. Да, 14, и через пробел, да, 42. И что теперь дальше делаем? Так, теперь пишем то же самое, доброе напряжение. Молодец. Под единицей пишем 42, под единицей пишем 14. Очень хорошо, что вы это вспомнили. Так, господа, вспоминаете? Было такое? Да. Вот, пишем в тетрадь. Не надо просто так сидеть ждать. Даже те, кто помнят, пожалуйста. Да, господа, еще, я тут вижу, некоторые еще не успели перерисовать. Жесткая необходимость. Даже если вы плохо успеваете, пожалуйста, напрягайтесь. Все картинки должны быть. Так, можно я покажу? Вот, что называется идеальная работа. Смотрите, чем она отличается от многих других тетрадок. Тем, что ей не жалко потратить страничку. Увидели? То есть нормального размера окружность, она себе не портит зрение. И, соответственно, видны эти отрезки. Достаточно там в два раза меньше взять радиус, у вас становится ничего не видно. Спасибо. У вас ничего не видно, и в результате вы лучше идите со мной. Да? В себе зрение будет. Зрение гораздо дороже, чем любой листочек бумажки. Поверьте вам. Этих тетрадок можно кучу нанести. А вот зрение так просто в магазин не будешь. Да, да, да. Все, молодец. Все посчитала. Видите? Перемножила в каждом столбце. Перемножила в каждом столбце. Вычитали. Вычислили, вычислили, вычислили. А теперь вопрос. Да, конечно. Способ вычисления такой же, какой был для последовательности каталанта. Поэтому задача, которую мы сейчас решаем, это действительно задача отчисла каталанта. Вопрос. А каким способом понять, что этих картинок столько же, сколько правильных скобочных структур? Я напоминаю, что такое правильная скобочная структура. Вот здесь вот скобка открылась, скобка закрылась. Здесь я сразу, чтобы вам помочь, рисую. Открылась, закрылась, открылась, закрылась. А здесь ситуация будет такая забавная. Открылась, открылась, закрылась и закрылась. Кто увидит, что соединять точки на окружности, это то же самое, что ставить скобки. Нет, если я сейчас здесь нарисую, то я уже вам решение дальше примерно расскажу. Нет, я хочу, чтобы вы сами догадались. Как получить из этой картинки разбиение на скобки? Или как я из этой картинки получил вот это? Нет, ну, Коль, тебе не интересно, потому что как раз тебе-то я это рассказывал. Нет, нет, мне интересно, кто... Кстати, вообще, когда говорят тому, кто знает, да неинтересно, вы же это и так знаете. На самом деле, конечно, это не вполне честно. Вы потратили какие-то силы для того, чтобы это узнать, поэтому, что называется, хвалу человек, который знает, он, безусловно, должен получить. Да, что? Справа две точки. Да. Вот сторона лево, вот справа. Дальше. Следующее. То, что стоит ли вверх, например, точка верхняя, вот вверх и точка правая, да, правая. Сверх и снизу тоже. Идеи у вас есть. Давайте я вот сделаю эту подсказку. Ребята, представьте себе, что у вас есть такие ножницы, которые мы сделали очень простую штуку. Вы взяли и в каждом месте, вот здесь вот, разрезы. Идеи поняли? Между точками А и В. Если честно, я... Не, 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 не уходите. Вы сейчас работой будете. Веревочку между точками А и В, я специально для этого не ставил. Везде взяли и сделали разрез. Можете вы мысленно сделать так. Вот эту веревочку, как бы, расправить, чтобы здесь стояла точка А, здесь точка В. А вот эти вот точки, сколько там штук осталось? Сколько? Пять. Ну, ну, так же пять. Пять. Раз, два, три, четыре. Значит, я должен их поставить, да? И вот, и нарисовать, что будет. Если расправить веревочку, что у нас будет? Вот эти две точки у меня соединены одним отрезком. Вы, на самом деле, соединены как? Я уже нарисовал. С точки А соединены здесь. Дальше. Вот эта соединена с точкой В. И вот эти две соединены между собой. Согласны? Так, а сейчас делаем простую вещь. Я вам рисую эти отрезки. А вы выходите. Берите мел уже. Собственно, мел-то есть. А вот вы выходите и делаете очень простую штуку. Четыре точки я вам везде поставлю. Соединяете в таком же... В таком же... Видите, давайте. Так, ребята, пока она там работает, я встаю на ужасную работу. Значит, я везде здесь прохожу, пишу СД. Вы уже догадались? Трудитесь, трудитесь. Вот. Наша служба очень непростая. Так, я здесь все сотру. Все эти А и В неправильные. И ставлю, что называется, правильные для нас сейчас буквы СД. Я показываю место, где мы проводим разрезки. Показываю то место, где мы проводим разрезки. И ни в коем случае из одной точки три отрезка выйти не могут. Вы все неправильно увидели. Посмотрите, пожалуйста. С А, А и В действительно между собой соединены. Это вы нарисовали правильно. А вот дальше две точки и две точки. Вы полностью ошиблись. Посмотрите внимательно. Вот вы разводите эти две точки. Что у нас будет? Конечно. Вот эта будет соединена с той, которая около В. А вот эти две будут соединены между собой. Так. Да, да, да. И, наконец. Так, все. Сделай, сделай. Слушайте, я придумал. Зарезай. А давайте мы сейчас народ запустим просто получше. По одному человеку, значит, мое дело нарисовать отрезки, ваше дело нарисовать вот такие картинки. Договорились? На каждом вот отрезке здесь стоит шесть точек. Ну что, я свою работу сделал. Давайте. Один человек, одна картинка. Выходите прямо сразу. Все только друг друга не пихайте у доски. Мела там много. Выходите. Кто поднимает руки, уже выходите. Все. Только, пожалуйста, тщательно. Выходи. Не поднимай муху. Просто выходишь. Берешь кусок мела и одну картинку делаешь. Нет. Попадать надо в точку. Я нарисую. Когда нарисую другу, надо было в точку попасть. Так, пожалуйста, чтобы видно было, какая-то, как куда пришла. И с каждой точки может выходить только один отрезок или одна другая. Вы понимаете, что? Так, слушайте, а между прочим молодцы. В основном все правильно. Здесь надо вот так вот... Смотри, у нас от С до Д линия идет. У нас С и Д на картинке соединены. Согласен? А вот эта линия, она и есть. Дальше. Следующие две после С, они соединены. Эти две соединены. Эти две соединены. Нет. Здесь как раз все правильно. А, соседичь, тогда чуть-чуть левее сразу... Да-да-да, нет, все правильно. Да нет, чуть-чуть левее картинка. А, вот это? Да. А, вот это неправильно. Молодец. А вот это неправильно, потому что С и Д были соединены. Так, ребята, я не буду вам рисовать правильную, но спасибо, что поправили. Значит, надо сейчас, чтобы кто-нибудь вышел и нарисовал бы. Еще ошибки кто-то видит? Почему? Да. Конечно. Молодец. Молодец, молодец. Нашел ошибку. А правильно сможешь что-то сделать? Давай. Господа, пожалуйста, не спим. Проверяем подряд картинки. Так, тогда ищем. Если честно, я сейчас сам не знаю, где там хранит или нет. Давай. Давай вперед. То есть я сейчас нахожусь ровно в таком же положении, как и вы. Да. Почему? Точка С соединена... Да, молодец. А вот здесь ошибка, да. Молодец. Нарисуй правильно. В точку надо было попасть. Дуга, она идет в нарисованную точку. Можно превратить любую из этих картинок в расстановку скобок. Ну вот, например, возьмем эту картинку. Давайте я ее нарисую покрупнее. Что у нас есть? У нас есть две точки С и Д. Между ними шесть точек, которые соединены следующим способом. Согласны? Да. Так, все понимают, что эта картинка – это она? Да. Да. А сейчас я беру тряпку и делаю простую вещь. Ну и, разумеется, чуть-чуть дорисую вниз. Вы поняли, что получилась правильная остановка скобок? Да. Да. Ребята, сейчас я рисую здесь. Скобка открывается, скобка закрывается. Скобка открывается, открывается, закрывается, закрывается. И, разумеется, точно так же я пройдусь везде. Просто вот совсем везде. Открыл, 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 закрыл, закрыл, закрыл. Открыл, открыл, закрыл, открыл, закрыл, закрыл. Так, ну вот единственное, я точки А и Б не догадался написать сверху, потому что иначе мешает, да? Итак, открыл, открыл, закрыл, закрыл, открыл, закрыл. Идею все поняли? Да. Все поняли. Значит, господа, сейчас здесь вот, везде, где у меня точка С, я пишу открывающую, где точка Д, закрывающую. А вот внутри это ваша работа. Да. Принцип опять тот же самый. Один человек, одна... Не, не, что-то, дайте мне сначала нарисовать. Не выбегайте, пока я не дойду до конца. Все, теперь можно выбегать. Один человек, одна картинка. Так, не страхи, пожалуйста. Там народу в два раза больше, чем надо. Народ. Смышь. Я не могу сказать, что вы, извините. Владимир, уверен, что Владимир ошиблит? Никаких перечеркнутых слов быть не может. Да, отлично, отлично, спасибо. Сейчас будем проверять, сейчас я сяду. Этот, почему это неправильно по вашему? Посмотрите, это как раз правильно. В чем это дело? С, сколько открылось. Следующая открылась, закрылась, открылась, закрылась, закрылась, здесь все нормально, здесь тоже открылась, закрылась. Нет, здесь как раз хорошо. Так, давайте быстренько пройдем. Ну, вот здесь, конечно, сколки не аккуратно нарисованы, но, тем не менее, по сути здесь правильно, просто они лишь красивые. Так, здесь, значит, открылась, закрылась, открылась, открылась, да, нормально. Так, давайте, нет, отойди, пожалуйста, отойди, чтобы все увидели. Открылась, открылась, закрылась, закрылась. Вот это и скобка. Молодец, именно ее и надо писать. Ну, единственное, что когда ты рисуешь скобку, она должна быть не вертикальной палочкой, а, понятно, видно должно быть, как-то, молодец, спасибо, открылась. Так, ну ладно, даже если случайно не есть ошибка, все равно принцип-то вы поняли. Принцип-то вы абсолютно поняли. Значит, господа, таким образом мы получаем очень понятное утверждение. Мы доказали, что количество способов вот так вот соединить точки надружности в точности совпадает с количеством правильных скобочных слов. Обратите при этом внимание, мы не просто доказали, что их форма, вот то, где я сейчас стираю, был как раз доказательство, потому что их форма, потому что рекуррентная форма одна и та же. А мы придумали естественное, взаимно однозначное соответствие. Согласны? Согласна. Продолжение следует...